Ремонт трамвайных переездов в районе Павлокичкаса не проводили более 30 лет, но около недели назад их начали полностью восстанавливать. На сегодняшний день здесь вывезено порядка 60 тонн мусора, это асфальт. Вырубили порядка 100 квадратных метров. На Кичкасе планируется еще по улице Глазунова переезд по улице Глазунова Павлокичкаская выполнить. Здесь у нас сумма работ составляет миллион 130 тысяч. Трамвайный переезд на пересечение улиц Павлокичкаска и Молодежная начали восстанавливать в первую очередь. После планируют отремонтировать еще один по улице Глазунова. Весь перекресток находится в неудовлетворительном состоянии. В том числе сейчас подрядная организация свой проект согласовывает с теми планами, которые у нас есть по ремонту тротуаров, чтобы по итогу, когда будут закончены работы, то есть весь этот перекресток с учетом тротуаров, которые здесь примыкают к домам, был отремонтирован и имел законченный вид. Водители возмущены. Из-за разбитой дороги на трамвайных переездах приходится чаще ремонтировать автомобиль. Ямы – одна из главных причин ДТП. Конечно, машина повреждается. Там часто бывают выбои. Поэтому, конечно, было бы хорошо, если бы сделали все переезды в городе и в Украине. Было, рвались колеса, резало. Тут недалеко отсюда. Я думаю, у всех это было. Всего из городского бюджета на капитальный ремонт дорожного покрытия выделят более 13 миллионов гривен. Планируют восстановить шесть трамвайных переездов. Из них два в Заводском районе, три в Шевченковском и один в Александровском. Во время ремонтных работ движение трамваев будет ограничено. Мы на следующей неделе еще дополнительно планируем как организационное мероприятие. Это подрядчики установят дорожные знаки, то есть перекроют сюда проезд на этот перекресток. Поэтому движение будет запущено по параллельным улицам автомобильно. Соответственно, мы эти улицы тоже подремонтируем ямочным ремонтом. Всего до конца года планируют отремонтировать около 35 трамвайных переездов. На ремонт уйдет около двух месяцев. Продолжение следует...